Дим, я тебя поздравляю, ты сделал то, во что многие не верили. Твои ощущения после этой исторической победы? Я, собственно говоря, 10 раз это сказал. Я правда счастлив, это большая гордость, представлять страну на Олимпиаде, а уж тем более, когда ты сможешь что-то дать этой стране, помимо того, собственно говоря, ты можешь дать что-то этой стране взамен на то, что она дала тебе. Это реально большая честь, я очень счастлив. Два-три слова болельщиков, в Казахстане было 7 утра, когда ты выиграл олимпийскую медаль, золотую, поэтому проснуться тоже нелегко было, что бы ты хотел болельщикам сказать? Ну, большое спасибо всем, просто всему Казахстану, всему тренерскому штабу, всем начальникам, всем, в общем, спасибо всем, кто поддерживал, всем, кто все эти годы вкладывался в меня. Я надеюсь, что я смог оправдать ваши ожидания. Вы говорите, что просыпаться, проснуться в 7 утра, чтобы... В 6 надо проснуться, чтобы проснуться, чтобы поставить заплыв, это тяжело, но на самом деле, вот мы, как говорили, каждое утро встаем в 5-5.30 утра, а в 6-6.30 мы уже прыгаем в ледяную воду, чтобы подарить вам эти эмоции, которые, собственно, я надеюсь, вы сегодня испытали. Как ты спал сегодня? Ну, ничего, крепко. Крепко? То есть без волнения? Ну, волнения нет, не было. Волнение приходит, когда ты уже заходишь на бассейн, на разминки, разные мысли в голову лезли. Лезли мысли о том, что я буду извиняться перед всеми, что не оправдал их ожидания. Ну, собственно, я говорю, рад, что мне не пришлось перед вами извиняться. Как ты будешь праздновать? Ну, я пока не думал об этом. Ну, просто охота отдохнуть сейчас. И все. Еще не закончена Олимпиада, еще рано отдыхать. Ну, для меня лично, конечно, закончена, но для вас всех еще нет. Полейте за нас, Алга, Казахстан. Спасибо, Дим, что ты очень крутой.